мы находимся сейчас в комплексе dancing villas такая территория здесь очень много зелени достаточное количество вилл есть dancing villas 1 она наверху находится со своим бассейном и dancing villas 2 такая территория очень много зелени и очень удобная локация рядом с отелем хилтон и кимпинске чуть позже покажу вам dancing villas 2 это первое у них свой бассейн тоже есть отдельный завтра у нас праздник балийский первый раз мы попали на него не пи называется это внутренняя часть вилл который dancing villas 1 сейчас мы обойдем с другой стороны и я вам покажу их бассейн вот получается лицевая сторона вилл у них свой бассейн но на данный момент на мой взгляд они выглядят более заброшенными что ли здесь практически нет людей не видно хотя живут люди все виллы заняты вот ну вот так же плавают гости но мне нравится больше dancing villas 2 мы там живем чуть попозже я вам покажу нашу пилу вот мы переходим сейчас с dancing villas первые мы идем во второй корпус как такового ресепшена здесь нет здесь нет управляющей компании какой-то одной которая сдает эти виллы здесь много собственников и есть разные люди или компании или агентство недвижимости которые занимаются виллами мы видели виллы на букинге на годе и самостоятельно приехали в этот комплекс здесь познакомились с ребятами которые нам и предложили несколько вариантов вилл на выбор на самом деле если вы приезжаете на долгий срок снимать выгоднее намного в целом где-то порядка 40 миллионов индонезийских рупий в месяц стоят виллы хотя эта цена уже завышенная потому что некоторые русские взяли их управление и пересдают их за гораздо большую стоимость вот это второй корпус бассейн огромный бассейн огромный три уровня вилл верхний вот наш посередине есть еще нижние наиболее приватные как я считаю что это нижние виллы потому что там не слышно мопедов потому что во вторую между первой и второй корпусом вилл заезды есть для байков и бывает очень шумно потому что они могут очень рано с утра выезжать или наоборот поздно вечером возвращаться поэтому наиболее приватные вот с этой стороны виллы наши находятся по правую сторону сейчас я вам покажу как она выглядит показываю вам обзор нашей виллы в комплексе вилл дэнсинг велос состоит она из двух этажей на первом этаже две спальни они абсолютно равнозначны и спальня двуспальной кроватью здесь у нас санузел вот такой санузел далее туалет вот так это выглядит вторая спальня абсолютно такая же равнозначная в принципе очень удобно для двух пар или также как мы приехали родители бабушка и ребенок наш также здесь санузел и душевая здесь зона отдыха на втором этаже у нас кухня так это выглядит значит смотрите здесь есть много вилл они находятся на разных уровней там 1 уровень 2 это 3 уровень они все типовые но обязательно нужно обращать внимание на качество самой виллы спрашиваете актуальные фотографии потому что у нас такая подубитая вилла конечно нам менеджеры помогали сделать максимально комфортный наш отдых но вы видите что ни одной нет техники то есть вплоть до того что нет ни чайника не микроволновой печи вообще ничего поэтому если будете бронировать в этом комплексе обязательно уточняйте обращайте на это внимание потому что у нас в целом не маленький холодильник но есть побольше холодильник вот например напротив нас там более ухожие на и и обжитые виллы это конечно вопрос к собственнику виллы потому что если собственник хочет вкладываться в виллу то он делает для гостей все возможное если нет то у вас будет просто пустая вилла у нас бассейн тут джакузи есть на самом деле локация у дэнсинг вилла очень классная здесь находятся пятизвездочные гостиницы кимпинский хилтон сент реджес мулия и в локация конечно потрясающе обязательно конечно спрашивайте по состоянию самой виллы вот нас например на видео мы просто не застелили потому что у нас на самом деле очень грязный диван мы попросили став принести просто не вот так это должно выглядеть но должно быть все конечно чистом состоянии у нас это не убрано и никто не собрался заказывать химчистку поэтому мы себе выбрали просто нечистые и застелили в целом конечно очень уютно но также есть виллы например вот с правой стороны они полностью застекленные вот кому принципиально чтобы были застекленные или открытые тоже обращайте на это внимание бассейн большой чистый чистят при нас его чистили несколько раз то есть принципе за детей можете не переживать вот он огромный но лично для меня например вот в этом ряду я бы виллу не выбрала потому что здесь все как в аквариуме на тебя смотрят как бы не комфортно нет приватности эти виллы в принципе комфортные но также если бы были они начиненные техника например и были более ухоженные то во втором ряду тоже классные виллы но более приватные виллы в третьем ряду если вы хотите полностью приватности здесь у них входная группа и спальне находится на первом этаже с той стороны где джунгли там уже никого нет поэтому если вы хотите приватность то выбирайте с третьей линии вот везде зелено очень тихо не считая соседей если вам не повезет на соседних виллах но в целом очень комфортно для двух пар или для двоих взрослых двоих детей или с родителями если вы поедете очень классный комплекс вместо расположения потрясающее еще одно показываю вам виллу в комплексе вилл она более приватная более уединенная здесь гостиная на втором этаже у нас кухня здесь у нас одна спальня видео делаю поспешно и потому что мы просто заглянули виллу пока приехали показывать ее другим ребятам поэтому обзор такой будет короткий вот смежная дверь удобно если вы с детьми вторая такая же спальня изолированная это вилла более уютная и такая одомашненная бы сказала потому что здесь часто живет собственник вот и целом видимо следит став за чистотой и запахом потому что в нашей вилле запах сырости в комнатах честно говоря вот уже живем практически неделю и он до сих пор не пропал хотя кондиционеры работает у нас постоянно такая вилла очень уютно и есть второй этаж там кухня покажу вам на самом деле на нашей кухне вообще ничего нет здесь есть и холодильник есть даже духовой шкаф для приготовления микроволновая печь слушайте но техника здесь в полном объеме и посуда кулер и все есть поэтому отличный вариант